второе ноября сейчас я поговорил о гнильце и хочу теперь рассказать о том ты мне задал вопрос задали вопрос вот сейчас как лучше подселять от фаворитов к малышам так как малыши во-первых есть малыши которые не успевают набирать пчелу а также есть больные семьи которые сильно просели и одним ударом вы убиваете сразу все эти проблемы две-три проблемы которые в лед уходит от вас для этого если вы сегодня живете в холодных краях там где уже клубы плотные сидят нет проблем вот клуб сидит на 6 7 рамках клуб это были больными баски баски был волейбольными футбольный мяч футбольный мяч это то хорошее это ровно столько чтобы спокойно дотянуть до весны а вот баскетбольный мяч он в два раза больше чем футбольный это много пчелы по нашим скандинавским меркам для меня это очень много я это уже много раз рассказывал почему и показывал почему хотя и в этом году еще раз буду вам показывать потому что у меня в этом году я вам показываю совершенно другую науку не то что в том году это и будут и в баскетбольные мячи и детский садик для маточек который сегодня уже работает и я вам рассказал что для этого надо поэтому в этом году совершенно другая идет параллельная наука странное пчеловодство и вот те кто сегодня в холодных там где уже сформированы клубы вот они сидят допустим на 5 6 рамках вам надо две рамки подсоединить чтобы они чтобы их не замочили поэтому там где заставная тряпку просто опускайте до самого пола но опускайте так вот клубе сидит или спереди или сзади вот если он сидит спереди значит сзади делаете маленькую щелку там 3-4 миллиметра пчела все равно проползет 3-4 миллиметра и воздух будет гулять от больших заходить к малышам от малышей выкидываться в шапку а из шапки на улицу поэтому плотно задвигайте там где именно клубень сидит вот там передний если он впереди сидит значит впереди плотно задвинете тряпку а сзади щель оставите 3-4 миллиметра и малыши если же вдруг у них матка как правило малыши хотя у меня были случаи когда у больших погибали матки в зиму и вся большая семья метнется к малышам и получается что ты весной открываешь и думаешь ничего себе там место то всего 3-4 рамки а пчелы сидит на 6-8 рамках и и выпучивает сюда на старое место там уже видно что матки нету короче вот этот нюанс что параллельно есть щель и вентиляция будет проходить через малышей вот с той стороны где вы приоткрыли щель приоткрыли щель с этой же стороны малыши сидят здесь а большие сидят здесь а малыши сидят здесь а и задней стороны есть два три три четыре миллиметра и также три четыре миллиметра которые выглядывают за заставную туда в колодец в колодец и спокойно ставите но это в том случае если две матки вы хотите сохранить две матки а если вы хотите просто подсилить заставную не надо делать заставную от двигаете к самой стене вот тут сидит большой клуб вернее вы же сейчас подсиливаете малышей большими пчелами я уже путаюсь у вас одна или две рамки и вы хотите подсоединить четыре рамки пчелы то к этим двум рамкам вы ставите но у вас уже я говорю пчелы не бегают они в клубнях клубнях и это процедура этой занимайтесь вечером ближе к вечеру чтобы холодно было чтобы темно и холодно было потому что когда вы пчел начнете 4 рамки ставить с расплодом из пчелой сюда вовнутрь она по-любому начнет беситься и если будет дневной день то беситься они могут сюда метнуться и мамашу здесь убить поэтому чтобы этого не было вот две рамки с пчелой третью рамку ставите медовую холодную медовую рамку ставите и теперь здесь а с другой стороны ставите 4 рамки с расплодом с пчелой но чтобы себя обезопасить все-таки материал то уберите до самого пола но задней стороны но два сантиметра при откройте сантиметр 2 чтобы воздух от малышей чтобы они почувствовали что мать чтобы вот этот воздух от матери попадал к большим чтобы они не не были увлечены тем чтобы начать строить маточник потому что они сразу через 20 минут начинают строить маточник а если есть воздух то это их более успокаивай и так как они себя уже через час чувствует сиротами у них пропадает агрессивность еще из-за того что холодно агрессия сразу они резко в клуб они греют свои свой расплод этот клуб и на завтрашний день уже некоторые начнут вот через этот пространство где вы сантиметр расставили вот отсюда они начнут уже туда уходить хотите один день подержите хотите два дня подержите но потом надо тряпку убрать и чтобы было между ними только остается медовая рамка та самая холодная медовая рамка которую вы оставили и постепенно постепенно лучше всего эту медовую рамку сразу же поднял и вот эти две две рамки с пчелой сюда пододвинул не надо мешать и надо тряпку оставьте на этих четырех чтобы они не взлетали а те от это сидят тихо две рамки и вы спокойно медовую убираешь а можно даже ничего не трогать просто тряпку уберите сверху укройте чтобы тепло стало мать сама метнется туда так что это для тех кто холодный а для тех у кого сегодня еще раз плод и тепло 4 рамки так сбоку не ставьте так нельзя делать и даже те тряпки которые вы будете опускать они не помогут большая пчела все равно метнется к матери убьет ее поэтому лучше всего делать на второй этаж между первым и вторым этажом ставите простую хотите металлическую сетку хотите пластмассовую сетку чтобы пчела не проходила и держите там спокойно неделю леток у тех не открывайте у вас тепло если вы откроете ли ток то большая пчела большая часть пчелы метнется домой к своим и у вас рамки останутся без обогрева а так как у них расплод пчела и мед и все есть они будут там беситься они даже могут начать маточники строить но через неделю подымаете рамки посмотрели маточники есть срубили съели и спокойно уже отодвигаете убираете сетку и сразу можете опустить вниз но смотрите внимательно чтобы все мисочки все заготовочки всем маточники уничтожить до нуля чтобы нечаянно где-то там сбоку сопрятанный если это вдруг останется то они убьют эту мать и поэтому через неделю это обычная процедура летняя процедура так как у вас пчелы на югах сегодня еще в активном состоянии они обножку несут вот такой способ вы можете сделать через сетку объединить через неделю уже объединить полностью почему с расплодом чем больше вот допустим три рамки расплода от фаворитов и вы берете с пчелой но еще три рамки стряхните пчелы прям сюда в этот же ули можете стряхнуть пчелу и опять таки не открывайте вентиляция моя вентиляция у вас работает они под крышку полезут там будут беситься но ни в коем случае не выпускайте иначе все улетят и так как они через неделю уже свой маточник но вы-то его скушаете маточник вся эта процедура остается и потом через неделю или там через семь-восемь дней когда вы объедините не делайте большие летки леток оставляйте поменьше и этой процедурой за ним занимайтесь вечером ближе к ночи чтобы опять-таки те пчелы которые выйдут на выход они по инерции уйдут к матери к своей старой матери поэтому вот такая вот процедура есть вообще все эти ролики я вот позавчера на той неделе был ролик я вам показывал как это делать он так и называется вентиляция и объединение и еще были ролики у меня того года странное объединение я все это там показывал поэтому есть смысл посмотреть но делать это сегодня надо начать заниматься этим выравнивать семьи сегодня и этим самым от фаворитов здоровые пчелы начнут кормить вашей малышей это уже здоровое молочко и больных маточек который по какой-то причине начинает проседать поэтому три в одном с вами сыграет хорошую прибыль вы выровняете всю пасеку вы сделали профилактику по пчелам и у вас начинается зимнее лечение потому что фавориты пчелы кормят здоровым маточным молочком этих маточек и вы увидите весна вам все 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 покажет и результаты не заставит себя долго ждать так что если есть вопросы задавайте пока пока всем привет